Друзья, мир изменился, и он больше никогда не встанет прежним. Этот новый мир, в который мы вошли в 2020 году, он меняет не только общество, он меняет экономику, он меняет психологию, он меняет управление государством. Это постлиберальный мир. И вот в этом постлиберальном мире сформируется новая элита, которая займет вершины этого мира. Я говорю об элите, как о тех людях, которым принадлежит власть. И вот эта новая элита будет формировать страну и государство в течение последующих десятилетий. Сформировать, обучить, подготовить эту новую элиту для нашего государства, новую элиту русского проекта. Дерзновенно взяли на себя преподаватели Школы Здравого Смысла, Московского клуба, Академии Небополитики, Института Правды. Вот этих институтов, объединенных в факультет высшего управления. Мы набираем уже пятый поток сейчас. Всего мы сейчас обучили и обучаем порядка 50 человек. Нам нужно хотя бы подготовить сотню. Поэтому, Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, пару слов, зачем нужно учиться и что такое этот новый мир? Почему ему нужна будет новая элита, нелиберальная, не получающая ярлык на княжение в Вашингтоне? Друзья мои, о какой власти идет речь? Самый высокий уровень власти – это концептуальная власть. Ниже находится власть денег. Еще ниже находится регулярная власть президентов, Государственной Думы, правительства. Они находятся ниже, чем власть денег и ниже, чем концептуальная власть. Значит, самое сладкое – это власть над сердцами и умами людей. И это концептуальная власть. Для того, чтобы эти концепции… А концепции – это то, что приводит к зачатию нового. Но, и вы согласитесь, что понять, так сказать, смысл, что такое концепция, можно сравнив со словом с противоположным значением. Контрацептива. Так вот, те, которые смотрят телевизор, в блогах там отмечаются, разные там, значит, твиттеры – это все не концептуальная власть. Это все, так сказать, добрые пастыри, вот, по сути, это стадо. А для того, чтобы понимать процессы, нужно, значит, эти истоки, установочные данные, значит, этих мировых проектов узнать. Я обещаю, если, конечно, значит, будет продолжаться та система обучения, которая есть, читать лекции по трем, значит, темам. Это что такое неополитика, вот, ну, неополитика для чайников, что такое орденская разведка, основа орденской разведки и практическое китайское видение. Это вот то, что я могу читать и, собственно говоря, значит, заявившись в рекламах, буду делать. Значит, точно знаю, что неравнодушные, равнодушные они не придут, вот. А неравнодушные это те, которые ищут, а ищут что? Ищут правду, вот. Они будут вознаграждены тем, что сказано в Новом Завете. Ищите же прежде Царство Божие на земле и правду его, и все это приложится вам. Вот, неополитики, исполняя, значит, роль разумных от народа, а это тоже функции, которые записаны в Писании, в книге пророка Даниила. Они эту функцию вразумлять выполняют, а те, которые будут с нами искать и находить эту правду, они и получат эту самую сладкую концептуальную власть. Толчите и отворится вам. Да, стучите. Да. Ждем вас. Продолжение следует...